Мы приехали сюда через 2000 лет, через катастрофы, истребления, погромы. Мы вернулись на свою историческую землю для того, чтобы создать здесь нашу страну, наш государство, наш народ. И мы должны здесь сделать всё для того, чтобы это никогда не повторялось. Войны идут и идут, и нет им конца. И только кончается одна война, как сразу же начинается подготовка к следующей войне. Мы должны осознать, чем мы можем добиться мира, настоящего мира, когда все народы мира не будут испытывать к нам ненависти, отторжения, не принимать созданное нами государство как государство, считать, что мы не имеем права на существование ни как народ, ни как каждый человек еврей, ни как государство. Почему все считают, что мы должны исчезнуть с лица земли? Мы должны понять причину всего этого во имя тех, кто отдал свою жизнь за то, что здесь существует народ и государство. И мы тогда поймём, что мы не выполняем какой-то своей особой функции на земле, что мы особый народ. Мы должны быть народом Израиля. А народ Израиля – это тот, который создался при условии взаимного вручительства, взаимной связи, дружбы, любви, объединения, быть как один человек с одним сердцем. Если мы станем таким народом, мы сможем создать государство другое, не такое, как оно сейчас, подобное западным государству. Оно будет жить на духовных основах. И тогда мы сможем показать и как народ, и как государство, пример всем другим народам и государствам, которые так ищут пути к лучшему будущему, но не могут его найти без нас. Мы обязаны быть светом для народов мира, примером для народов мира в этом. И я очень надеюсь, что мы это осознаем и выполним. И тогда естественным образом исчезнут нам неприязнь, ненависть, обвинения в том, что мы существуем зря и приносим вред всем народам мира. Давайте подумаем и выполним наше предназначение во имя тех, кто отдал свою жизнь за то, что мы сегодня существуем. Редактор субтитров А.Семкин